Физкультура и спорт Когда эту площадку обмерили, посмотрели, что комплекс, это будет только маленькая пятница, можно ее расширить. Ну и после этого уже решили, что дополним ее еще детскими двумя комплексами для развития координации движений. И получилась вот такая зона активного отдыха. Початок покладенных гранит намерены протягивать деятельность по створению умов для здорового и культурного отпочинка в городе. Я открою небольшой секрет. Где-то через месяц-полтора мы запустим кинозал в нашем Дворце культуры. Посмотрим, как спрос будет. Будете ходить, значит будем привозить фильмы. Тренируйтесь, занимайтесь, приводите детей. От души поздравляю вас с этим спортивным комплексом, с этим городком. И, конечно же, я запомнил, что Эдуард Геннадьевич пообещал в следующем году еще продолжить. Поэтому, надеемся, в следующем году приедем на продолжение открытия этих городков. У великих городах агульнодоступные комплексные тренажерные пляцовки уже расповсюдженная популярная практика. У Лунинецьком районе ее почин, дякуючи предприемству «Гранит», зробленный у Микашевича. Ваше желание продолжить это развитие мы не будем ограничивать. Еще вся территория парка впереди осваивается. Мы будем только за вместе с Горсоветом предоставлять эти возможности. Ну и самое главное, что власти как? Не мешать этим здоровым, хорошим инициативам. А мы можем пообещать еще, что и будем поддерживать. Для всяких тренажеров, особенно для детей, это очень интересно. А родители могут здесь на лавочку и присматривать. Турники поставили, и уже все сюда будут ходить, говорят, каждый день. Тут можно и руки, и ноги, и тело тренировать. Мне понравилось все. Отрадно, что это все белорусское. Все тренажеры произведены в Республике Беларусь, все эти спортивные комплексы, качели. Ну а уже лавочки, это мы делали то, что не требует сертификации, сами на своем предприятии. Если это все будет существовать и дальше развиваться, это же так хорошо для молодежи, для детей. Молодцы, что придумали. Проскуя Якименко, Василий Полховский, Телерадоя компания «Брыст».